Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хотя оптический отклик мы измеряли, то есть величины получались достаточно большие, но тут, правда, нужно сделать такую поправку. То, что здесь приведены вот эти достаточно большие отклики, они на самом деле были получены не в том режиме, на который, собственно, рассчитываются эти решетки, поскольку задача изначально ставилась избавиться от линзы. А ведь здесь вот эти самые образцы прилеплялись к точно такой же полосферической линзе, как и обычная наша структура с антеннами, поэтому получался достаточно большой отклик, но это, так сказать, не совсем честный отклик и не совсем решение той задачи, которая ставилась, чтобы решетка формировала свою диаграмму направленности, как вот тут Сергей Иович так наглядно показал этот самый рей-фактор. Вот здесь этот рей-фактор и обружение диаграммы направленности как-то не наблюдались. Дальше вот еще один, так сказать, был подход. Это вот такие вот квадратики. Сегодня мы тоже видели разные версии расположения этих квадратиков. Вот эта вот версия, с которой довольно много ловился сумет. Вот по его расчетам получается, в общем, что эффективность должна быть достаточно высокой, то есть вот практически всю мощность, которая падает на эту плоскость, такая структура должна принимать. Ну, что, собственно, и подтвердилось, потому что, ну, правда, всего один тык был, но один раз мы ее померяли из проблем, и действительно, отклик там получился огромный. Вот, ну, отчасти это связано с тем, что все элементы здесь соединены последовательно, в отличие от многих наших предыдущих циклочек, у которых часть переходов, часть линий соединялась параллельно, и потом эти параллельные линии соединялись последовательно. Ну, здесь две, да, здесь всего две параллельно соединяются, вот, а во многих конструкциях у нас там, значит, по четыре строчки таких ромбиков соединялись параллельно. Здесь я не согласен, все это обсчитывалось с оптимизацией согласования с усилителем. Нет, ну, вот тут я не согласен. Не было никогда произвольных соединений, которые должны давать неоптимальное решение. Ну, вот, вот я считаю произвольным соединением параллель, которое не дает никакой добавки к отклику, а фактически лишает нас части мощности. То есть мы принимаем четкость и увеличиваем в два раза мощность принимаемого сигнала. А мы принимаем на выходе не мощность, мы измеряем напряжение, а к напряжению это отношение не имеет. Если мы две батарейки по полтора вольта соединяем параллельно, то там останутся те же полтора вольта, поэтому это очистка и потеря по сигналу. Но если площадь увеличивается в два раза, сигнала увеличивается в два раза. Нет, в том-то все и дело, что нет, мы параллельно их соединили, поэтому выход по напряжению остался тот же самый. У нас заполнено пятно Эйри, и эта задача никуда не девается. Да, мы заполняем, а отклика из этого не получаем, мы на это теряем. Вот их получается тот, который нужен. Получается в четверо меньше того, который можно получить. Вот недавно их были, как раз, очень длинные цепочки, этот народ умучился делать правильное сопротивление. Что значит делать правильное сопротивление, так может быть правильное видо? Правильно, оптимально рассчитано. Оптимальное для чего? Если оптимальное для того, чтобы принять сигнал? Вы стойте, просто дело в том, что у вас увеличился в два раза ток, если вы параллельный. Значит импеданс, самопроводительный импеданс в два раза меньше оптимальный. Вопрос в правильное не пошли, но вопрос оптимальной импедансы. Абсолютно. Оптимальное согласование. Какой энергии у нас считывание не энергии идет, а напряжение. У нас режим задания тока, измерения напряжения. Миш, ты не считаешь, что нужно эту систему согласовать с усилителем? Да, нужно использовать другой усилитель, у которого будет входной импеданс больше. Да, будет другая оптимальная цепочка. То есть все рассчитывалось, чтобы было оптимальное согласование. Я не вижу противоречия между тем, что вы говорите. Ну вот, есть противоречия. Значит, вот для этой конструкции отклики, которые измерялись, значит, это и отклик по напряжению, и, так сказать, отклик по току, потому что, если вот просто взять вольтамперную характеристику, она не знает, так сказать, чего на нее задают, то есть это некая объективная реальность, то есть можно построить и отклик по напряжению, и отклик по току. Ну вот, видно, что они достаточно большие. В общем, с этой конструкцией можно достаточно эффективно делать приемники. Значит, следующая конструкция, которая вот тут уже всего нефигурировала, вот с этими вот сапогами, значит, здесь достаточно подробно приводились в том числе и расчеты. Ну, будет она работать или не будет она работать, это вопрос, так сказать, на который сможет ответить только эксперимент. Мы посмотрим, что получится. Вот, хотя было бы, конечно, очень заманчиво, чтобы прежде чем мы эту конструкцию делали в виде чипа, вот, то есть потратили бы на это несколько месяцев работы, это, так сказать, несколько человекомесяцев зарплаты. Вот если сделать, скажем, масштабную модель этой конструкции и здесь, в Нижнем Новгороде, ее промерить, то это, конечно, сильно бы нам облегчило жизнь, потому что наверняка будет какая-то обратная связь и какие-то корректировки этой конструкции. Вот, а если говорить в целом о том, как располагать элементы, то, ну, вот здесь в качестве примера следующая картиночка тех самых фильтров, которые мы много лет используем для фильтрации сигналов. Значит, разработка этой конструкции, это, в общем, все те же самые метаматериалы, фильтры. Принципы их разработки, они такие же, как и разработки вот этих самых решеток. То есть размер, скажем, вот этих крестиков, расстояние между крестиками, в общем, они рассчитываются на тех же принципах, что и расстояние между антеннами. Но вот если посмотреть на экспериментальные зависимости получаемых полос пропускания для сеток с разными размерами, вот здесь, значит, это разные ширины этих самых ширин, то можно просто чисто вот такими электродинамическими металами добиться достаточно узкой полосы пропускания. То есть эта технология, в общем, позволит делать узкополосную фильтрацию, не делая дополнительных сложных элементов и не усложняя технологию с использованием, там, скажем, генетической индуктивности каких-то дополнительных элементов и дополнительных слоев. Поэтому есть смысл, конечно, попытаться вот такой малой кровью решить эти самые задачи. Чем конструкция проще, тем она будет надежнее работать. Если вот у этой конструкции всего три характерных размера, то ожидать здесь каких-то паразитных спектральных особенностей на каких-то других частотах не приходится. Вот сколько есть, так сказать, характерных размеров, ну, столько там и будет этих самых. Нет, там особенности аномалии руды есть? Есть, конечно. Вот. Ну, значит, все как в сапогах. Значит, кроме того, ну, здесь еще один параметр, конечно, это толщина подложки, которую мы тоже имеем право оптимизировать, но этот вопрос более-менее, в общем-то, уже сейчас становится понятным. Скажем, последние образцы, которые делал Сумет, там уже стравливал подложку непосредственно под решеткой и таким образом добивались оптимизации, значит, толщины и подложечных. Вот. Ну, вот это что касается решеток двойных дипольных антенн. Ну, вот Сергей показывает, так сказать, расчеты, а вот эта вот картиночка – это то, что, так сказать, мы пытались сделать. Ну, вот разные варианты, в том числе это вот то, что, значит, пока еще существуют только из них картиночки, то, что в свое время в качестве предложения в ИСовский проект шло. Вот, значит, ну, вот еще одно предложение, которое в той же заявке для ИСа фигурировало, ну, вот насколько эта конструкция оптимальна и стоит ли ее упоминать. Ну, вот вопрос, это, я бы сказал, так спорный, потому что, ну, есть, наверное, более оптимальные конструкции, у которых, ну, более понятные характеристики. Ну, вот еще вот конструкция тоже заявленная для ИСа, которую мы тоже обсуждали, ну, вот, со своими достоинствами и недостатками и достаточно сложной конструкцией. Вот. Вот еще более сложной конструкцией, значит, ну, вот вопрос, насколько она реализуема и в какие сроки. Это, наверное, основной вопрос. Ну, и разные модификации, вот опять все эти последовательные параллельные соединения и, значит, густые или редкие решетки. Ну, вот с точки зрения конструирования фильтров, вот никакого произвола в том, делать ее густую или редкую, нет. То есть есть только оптимальное расстояние между этими элементами и оптимальный размер каждого элемента. А уход в большую или меньшую сторону по периоду или по размеру элемента сразу будет рассыпаться диаграмма направленности и сразу будет размазываться спектральная характеристика. Ну, вот вопрос тут был по поводу того, как, так сказать, объединять разные антенны в одну конструкцию. Ну, проблема здесь заключается в чем? Вот у нас есть, предположим, перекрестно-щелевая антенна, и, предположим, мы большие антенны разложили с оптимальным для них периодом. Если мы в эту же структуру встраиваем более мелкие антенны, на период остается тот же, значит, для них уже расстояние между элементами будет неоптимальное и, соответственно, у нее уже этого RA-фактора не будет и диаграмма рассыпается. Поэтому, ну вот, объединять разночастотные антенны, это вопрос... Диаграмма рассыпается для фазирования антенны в швотке, а тут она, например, модифицируется. Ну, можно называть это модифицируется, но она лучше от этого не становится. Это точно так же, как с фильтром. Если мы элементы раздвигаем, то мы частоту смещаем и, соответственно, коэффициент пропускаем. Потому что обычный резонанс Вуда и резонанс элементарного резонатора в ячейке, они близкие, поэтому полоса расширяется. А если раздвинуть, то резонанс Вуда идет, будет большое расстояние между Вудовской аномалией и резонансом элементарной ячейки. И тогда будет там яма. Ну, значит, может быть, она и будет, эта самая яма, но если смотреть о том, как добиться максимального пропускания решетки или максимального приема этим иреем, то никакого там произвола нет. То есть существует оптимальный размер, а все, что не соответствует оптимальному размеру, это ухудшение согласования. Ничего другого тут не будет. Нет, там есть и широкая полоса, вот видяется. Нет, а нет ли здесь аналогии, например, для того, чтобы было экранировать какие-то волны сеткой, сетка может иметь не реже, чем что-то, но чаще смысл особого нет. Если сетка в качестве ФВЧ существует, да, если у нее только одна характерная частота, если у нас сетка типа вот этой вот, то это, судя по полосу, полосное устройство. Если бы мы ее настроили на полосу пропускания, там, я не знаю, 5%, то любые изменения ее модифицируют. Это понятно, но с точки зрения плотности упаковки антенн, здесь, видимо, есть эффект, связанный с тем, что она важно перехватить это поле, а уж с какой частотой, с периодом это будет загнанного детектора, определяется вовсе на другим этапе. Вот каждую конкретную конструкцию можно обсуждать и, естественно, рассчитывать. То есть вот так вот на пальцах определить, какое оптимальное расстояние, так и произвольно его менять, ну вот, ни к чему хорошему это не приведет. Вот, поэтому... Так, надо наделись. Значит, поэтому, как мне кажется, поскольку сроки у нас, в общем, поджимают по всем направлениям, для того, чтобы, в общем, чего-то успеть сделать до оставшееся время, но есть смысл, все-таки, сконцентрироваться на какой-то понятной конструкции, ну вот, скажем, то, что Сергей представлял, вот она, эта конструкция, в общем, мне кажется, вполне разумная. Если так сказать, оптимизировать все ее параметры, то, в общем, есть шанс в разумное время получить работающий прибор. Ну, ничего не представила, как совместить две частоты с деталями. Это же главное. Ну, я бы так сказал, что хорошо бы хотя бы для одной частоты это реализовать и посмотреть, как оно работает. Это, конечно, хорошо, но нужно видеть, когда мы идем. Если вот можно найти это решение, то давайте обсуждать. Мне кажется, что работа сразу в одну точку, если задача, ставить опасные. Возможные варианты, и просто подставимся. То есть, если действительно вас интересует, я готов на это время. 5-6 вариантов. Да. Нужно приехать еще раз, на самом деле, и поработать. Мне кажется, что нужно видеть все-таки цель, которую можно достичь. Если что-то начнем пробовать, мы будем понимать, как дальше на две частоты это делается. Ну, соответственно... Пока мы не знаем, как делать отдельную решетку, чтобы она правильно работает. Давайте хотя бы одночастотную решетку оптимизируем и скажем, что мы это можем делать. То есть, в порядке, где бывает. Нет у нас работающей решетки, про которую мы можем сказать, что да, она работает, но я завтра ее везем. Я бы сказал, что частично ты прав, но это определяет с тем, что мы только сейчас начали наконец считать и грамотно делали эти решетки. Вот только начало процесса такого культуры, поэтому действительно были ухлечения в темной работе. Вопрос, какая концепция вывезет, несмотря на все расчеты, пока не очевидно, что вывезет та или другая. Но вот та конструкция, которая содержит, по крайней мере, известные элементы, расставленные с известным и много раз оптимизированным периодом, она с большей степенью вероятности даст работающий результат, чем совсем много идей, в которых много новых концепций, много раньше. Частотная, можно сказать, в этом завязывается. Я так считаю, что надо действовать последовательно. Для начала, значит, считать ради бога, сколько угодно, расчетов вот уже сегодня представлено было, там же десятки. И еще будут представлены. И еще будут представлены, но на какую лошадь делать ставку, ну вот это вопрос. Пока не на какую. Нет, мне кажется, у нас есть 5-6 вариантов, которые... Нет, 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 все-таки у них слишком много вариантов. С чем римпа-то полетит? Мы уже практически опоздали, уже поезд-то ушел. Олимпийский поезд? Да. А летом уже нынешнего 2014 года оно полетит, и полетит с высокой вероятностью без нас. А после этого отчего? После этого надо уже... Нет, просто, товарищи, ну, сроки, тут он, Дима Каратайович, сейчас кофе принесет, он вам скажет. Там, по-моему, 20 июня открывается окно разрешения для полета. Все. Понятно, что это уже где-то в мае месяце оно уедет на свадьбар, совсем вытекающий. Поэтому тут ничего другого нет. То есть уже как 24 пикселя рисовать сразу на большом эфире. Да, 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 об этом и речь. То есть вот это многообразие вариантов, которые сейчас есть, ну, как бы, его сейчас нет возможности тотально проверить. Этот вот мозговой штурм, который сейчас есть, он, мне кажется, полезный. Ну, и здесь вот нужно некое волевое решение. Мы с Сережей обсуждали, так сказать, кулуар. Волевое решение, все-таки давайте мы выберем какую-то базовую идею. Дальше, конечно, никаких проблем, вот тут и, так сказать, Соболев, и Раевский с командой. Ну, есть вот то, что ты спрашиваешь. Найти там студента или еще кого-то, которого посадить и посчитать, помоделировать эти варианты, это возможность есть. И это уже вот то конкретное действие, которое, вот тут у нас спрашивали, там, что еще все. Давайте посмотрим, какие конкретные дела для конкретных людей мы раздадим. Вот это уже можно раздать. Вот Миша уже его, как бы, так сказать, обозначает, говорят, вот, живое дело настоящее, простое, с конкретными начальными условиями и с понятным выходом, что должно быть на выходе. Вот. Будет на выходе, не будет. Если оно будет, то тогда надо быстренько рисовать этот самый layout, быстренько изготавливать, и тогда еще, может быть, мы с чем-то куда-то войдем. Наверное, и так. И Слава, я все-таки, разделена на две задачи. Ну, их и две, конечно. Одна задача, то, что нам нужно делать для Олимпа, правда, обе достаточно срочно, то, что нужно делать для Олимпа, но там с одними креплениями условиями. Да, это понятно. То, что нужно делать для Иса, но это уже... Да, другое. И там, конечно, чуть спокойнее, но много сложнее. Там клетку железку-то поставлять не надо. А задача все-таки ближайшая, это одноиспотная конструкция, которая клетку должна полететь. А если она не полетит, то позорно. То есть его надо быстро изготавливать, быстро тестировать и, так сказать, вести, нести. Все, в феврале, хорошо бы начать. Ну, обкидывался, да? Да, обкидывался, да, на эффективность, на голосование, но не все параметры обчитываются. Там дальше можно смотреть. Давайте, в первую очередь, давайте. Это первый вариант. Да, может, делаться и мериться. С другой стороны, концепция со слотом Тельми, она выглядит очень мяже, которую Сергей представляет. Очень разумно. Это надежная и проверенная конструкция, которая больших, так сказать, неожиданностей, неожиданностей. Откровенно говоря, антенну оптическую на подложке с просыплением войны никто не верил, только на Линдзе. Никто не верил, вот тема. Ты говоришь, ты не верил, только этим и занимались, начиная с этого самого голландского аспиранта. Диссертация у нас у всех коротко ополталась. И он это мерил. Да более того, когда-то мы с Кожельцом еще в Чалмерсе эти антеночки делали, меряли с индийными балометрами. Делалось все это. Нет, тут просто речь идет о толстой подложке. Толстой, да, толстой. Толстая подложка. То, что у Сергея Фигурова, полумиллиметра. Толстая, прочная, в отличие от мембраны, не развалится надежная дубовая конструкция. Нет, но если эта решетка получится на одну частоту, почему такую нельзя сделать и на другую? Давайте на одну сделаем. Такую же сделать потом и на другую? Нет, но их нужно совместить. Вот это спа. Да. Один элемент такой, другой такой. Ну, как бы у вас были. Да, да. Может, нет, ну, есть там, там же на поляризации, значит, нужно 4 элемента. Ну, да. Ну, вот этот вопрос и был. Это уже дальше. 4 элемента, 19 элементов не вписались. Нет, подождите, в Альюбре никакой поляризации нет, если мы говорим про Альюбре. Мы говорим, нужно о разных вещах говорить. А, кстати, какая полоса там в Альюбре? По частоте. Ну, не нужно сделать, там, делать, рассчитывая в стиле 50-х. Можно, так сказать, регулировать с сопротивлением абсорбера. Потому что там нужно вписать фильтр 33 гегагерцей. Шире делать по Альюбре? Да, конечно. А, то есть там уже фильтры есть, да? Нет, пинши нет, не проблема, на самом деле. Я просто ЦИБСС сериализировал на предложение того же Миши, которому мы обсуждали общую проблему, потому что можно не позже с ними контактировать. Сиди в одном поезде. И было просто 20-10, вот эти какие-то маленькие частоты. То есть, у нас, когда с количеством цифр поуже сделал, то пошуре, то... Дорогие коллеги...